Всем привет! Меня зовут Тимур, я преподаватель по математике и основатель школы Мяу Тим. Уже долгое время я веду формат шортс, а сейчас перехожу к более серьезным длинным видео. Не судите строго и прошу вас, пожалуйста, оставьте комментарий и посоветуйте, что улучшить в данном формате. Ну а мы приступаем к разборам заданий. Всем привет! Сегодня мы раз с вами разберем 20-е задание из демонстрационной версии ОГЭ для 9-х классов по математике. И, может быть, скорее всего, если ты не встречал это задание и никогда не решал, ты узнаешь много нового интересного, поэтому следи. Ну, посмотрим на данное задание. У нас нужно решить уравнение. Здесь первое, что может показаться, это нужно раскрыть скобки. Ну, давайте же попробуем это сделать. При раскрытии скобок у нас получится х в четвертой степени равно. И тут применяем формулу квадрат разности, то есть 16х в квадрате минус 4 на 5 умножить на 2. Это будет 40. 40х плюс 25. В данном случае, как бы мы не переносили все в одну часть, как бы мы не старались, у нас все равно будет уравнение, где старшая степень это четверка. Естественно, это неудобно. И решать такому до 9 класса нас никто не учил. Поэтому мы с вами удаляем и делаем вот что. Все в том виде, в каком есть, не раскрывая скобки, переносим в одну левую часть. х в степени четверка минус 4х минус 5, все в степени 2 равно 0. Здесь мы замечаем, что х в четвертой степени на самом деле можно записать как х в квадрате и все это в степени 2. Зачем мы это сделали? А это на самом деле формула разность квадратов. То есть а в квадрате минус b в квадрате равно. Кто помнит? a минус b, скобка закрывается, умножить на a плюс b. Что получится у нас? В первой скобке получим х в квадрате минус, скобочка, 4х минус 5, скобки закрылись, умножить на х в квадрате плюс 4х минус 5. И все это равно 0. Теперь нам остается решить два квадратных уравнения, которые получаются исходя из того, что данные скобки при перемножении дают 0. А следовательно, значит, каждая из этих скобок может быть равна 0. Какая именно? Мы не знаем. Значит, будем считать, что каждая может быть. Сейчас проверим, какая именно. Итак, х в квадрате минус, в скобках, 4х минус 5 равно 0. Или х в квадрате плюс 4х минус 5 равно 0. Во втором уравнении я скобочки уже раскрыл. И то же самое раскрою скобочки в первом уравнении. Поставлю вот здесь знак плюс, потому что при раскрытии скобок, если перед скобкой стоит знак минус, значит, все знаки внутри скобки меняются на противоположные. Ну а дальше квадратное уравнение, либо дискриминант. Попробуем дискриминантом. Дискриминант равен 4 в квадрате, точнее, минус 4 в квадрате, минус 4 умножить на 1 умножить на 5. У нас получается 16 минус 20. То есть, получается отрицательное число минус 4, а значит, данная ветка и данное решение не будет давать корни. Точнее, не будет давать действительные корни. Вот мы и пишем нет корней. Значит, мы решаем только вторую ветку. И здесь дискриминант будет равен 4 в квадрате минус 4 умножить на 1 умножить на минус 5. То есть, равно 16 плюс 20. Вот мы и получили число 36. Отлично, дискриминант больше нуля, значит, продолжаем наше решение. x первое равно минус 4 плюс корень из 36 делить на 2а. h равна 1, поэтому просто делим на 2. Получаем минус 4 плюс 6 делить на 2. Ну и кто уже дощестал, может смело писать ответ. То есть, в данном случае у нас корень единица. И второй корень, это минус 4. Уже сразу возьмем корень 36 будет 6 минус 6 делить на 2 равно минус 4 минус 6 будет минус 10. И делим это на 2 минус 5. Вот и получили два ответа. Радостно записываем их в ответ. Главное, не теряем знаки. Единица и минус пятерка. Вот мы и решили наше уравнение из второй части ОГЭ. А я напоминаю, что в нашей школе в данный момент действует акция. Вы можете получить первое занятие с репетитором совершенно бесплатно. Вам нужно только перейти по ссылочке в описании, записаться на пробный урок и ждать, когда вам позвонят. До скорых встреч, до новых разборов!